Музей Вы у нас впервые в музей побывали, повстречались. Что вы можете сказать, ваши впечатления о музее, о его работе? Музей очень достойный. Я считаю, что его нужно сохранить любой ценой, потому что такое место, оно является для нашего народа формой гражданского согласия. А понимаете, чем больше будет таких музеев, чем больше они будут развиваться, тем лучше для нашего народа. Я летела вчера в Томске, первый раз в Томске, вышла, и такой воздух меня встретил, утренний, холодный, прохладный. И думаю, какой богатый край, прекрасный, такая растительность, такой вот университет здесь старейший. Почему его превратили в край, который полет кровью, засыпан костями? Я считаю, что память любого человека для нас важна. И все у нас должно быть по закону, и ваш музей должен стремиться к этому, что вот даже если главенствует закон, ну, закон, а не то, что человек захотел уничтожить другого и уничтожил, так не должно быть. Никогда в нашей стране не должно этого повториться. Вот для этого должен существовать ваш музей, быть ценой. Сохраните его, Василий Андреевич. Спасибо. Ну и ваше впечатление от встречи? Сполезна была? Интересна? Встреча, конечно, для меня очень волнующая. Я очень переволновалась. Ну, я старалась, я старалась рассказать, почему именно я интересуюсь этой темой. Она мне близка, конечно, мне сам Бог велел. И отец, и мать, видите, у меня репрессированы. И даже если бы я не хотела заниматься этой темой, я считаю, что это вот в память о предках. Если я могу это сделать, это сложно, но я должна это сделать. Вот мы несколько месяцев находились в самоизоляции, изоляция музея был закрыт. Сейчас, собственно, первая встреча. Я думаю, что с вашего посещения музея мы начнем новую студенческую историю нашего музея, посетителей к нам вновь вернуться. Я думаю, что у вас все будет хорошо, я точно вам говорю. И Валерий Николаевич мне обещал найти моих родственников, репрессированных, о которых я не знала 64 года. И дайте ему большой поклон от меня. Надеюсь, что он ей их найдет. А вы нашли свою бабушку на сайте вашего музея? На сайте вашего, да. Как это происходило? Расскажите. Я собиралась уже поехать в Томск, потому что я собираюсь написать книгу про Колпашевский яр. И заинтересовалась судьбой своих репрессированных родственников со стороны отца. Ну, они как репрессированы, они просто раскулачены, как мироеды из Молчановского района. А кто-то считает, что это раскулачивание не репрессия были? Мы с вами знаем, что это репрессировано. Да, это обычные люди, но были высланы и уничтожены, как мироеды. И вот оказалось, что у меня была бабушка. Я лишена была бабушки Екросинья Дмитриевна. Я была бабушка Фрося Оржадеева. А я и не знала. Представляете, всю жизнь прожила. И на вашем сайте я обнаружила следы моих родственников. Очень благодарна вам. А есть у вас фотография бабушки? Нет, откуда? Нет, конечно. Я только знаю то, что на сайте. Спасибо вам большое за приезд в Томск. Да, в такое тяжелое для человечества время. Во время пандемии я все-таки репрессировалась к мужеству. Прошла тест на коронавирус, принесла справку. То есть все в порядке. Спасибо вам большое.